На этом уроке я хочу решить проблему. Постоянно встречаются негативные комментарии в сторону именно поздних картин Пикассо. Ну, вы знаете их, типа, такую примитивную мазню может рисовать каждый, где тут гениальность, где талант. Типа Пикассо это какой-то там бездарный художник, за что только платит десятки миллионов долларов. Да, явно вы читали вот такое кваканье от тех, кто полный дзеро, ноль в истории и теории искусства. Потому что подобные вещи может говорить или писать только абсолютно необразованный человек. В этом уроке я хочу показать, что Пикассо умел рисовать и объяснить, почему его поздние картины выглядят именно так, а не иначе. И почему это хорошо. Также вы поймете, что нужно быть таким же, как Пикассо. Нужно использовать его подход к искусству. Если вы хотите достичь успеха в бизнесе, творчестве или в каких-то других проектах. Так, по-быстрому и самое главное, базовое, чтобы вы имели фоновые знания на случай важных переговоров. Ну или при желании, чтобы вы знали, как поставить на место вот этих квакающих в комментариях. Которые на самом деле ничего не знают ни о творчестве Пабло Пикассо, ни о, как я говорил, о искусстве. На этом уроке истории искусства я не буду касаться его личности. Раскрывать какие-то новые грани его как человека. Как я это делал на лекции про Караваджо или про Альфонса Муху. Я не буду все это сейчас делать. Сейчас мы с вами только по-быстрому пробежимся по эволюции, по развитию его стиля. А лором. Творчество Пабло Пикассо можно условно поделить, ну где-то на 10 периодов, на 10 разных стилей. Представьте себе 10 разных стилей, в которых работал человек. И это условно, потому что их на самом деле больше. Ну это очень условно. Почему такая трудность? Дело в том, что в течение своей долгой жизни, а он прожил аж 90 лет, Представьте себе, художник прожил 91 год. До самой своей смерти он писал картины. Вот поэтому, если сравнивать ранние картины Пикассо с поздними, либо среднего периода, то будет казаться, что это работы совершенно разных людей. Настолько они отличаются друг от друга. И стилем, и смыслом. В этом уникальность его многосторонней личности. Одним из ключевых аспектов понимания гениальности Пикассо, это его способность постоянно радикально менять свой художественный стиль и экспериментировать с различными техниками и подходами к своему творчеству. К слову сказать в тему, художник Марк Шагал говорил, что Пикассо меняет свой стиль чаще, чем свои носки. Эта фраза подчеркивает именно этот аспект творчества Пикассо. Его способность адаптироваться к условиям и постоянно исследовать новые формы и идеи. Это является одной из причин, почему его вклад в мировое искусство настолько огромен и ценен. Но это другая тема. Позже мы с вами ее тоже разберем по полочкам. Сейчас будьте внимательны к тому, что я скажу. Запомните, что сам Пикассо считал, что его стиль постоянно эволюционирует. Он сам никогда не хотел быть в рамках какого-то одного стиля. Он говорил, цитирую примерно по памяти, разные стили, которые я использую в своем искусстве, не должны рассматриваться как какой-то прогресс в моем творчестве. Нет, совсем нет. Потому что разные темы нужно выражать разными методами. Вот вам ключ к пониманию всего его искусства, всего его творчества. Не нужно понимать его искусство как эволюцию. Точка. Его искусство это сплошные эксперименты. То есть, если бы Пикассо жил в наше с вами время, то он был бы первым, кто начал бы активно использовать в своем творчестве нейросети. Пикассо всегда был готов использовать различные стили в зависимости от своих настроений, своих внутренних переживаний и, разумеется, каких-то внешних влияний. Ну, типа там, тенденции, моды, политики и так далее. У него была вот эта пластичность, о которой говорил великий мастер Брюс Ли. Помните? Будьте как вода, мои друзья, которая может принимать абсолютно любую форму. Вот эта философия в творчестве Пикассо и сделала его одним из самых влиятельных художников 20 века. Важно еще запомнить, что Пикассо не следовал строгой хронологии в эволюции своего стиля. Да, эволюции в кавычках. Мы уже это поняли. И иногда различные стили перекликаются или, правильнее будет сказать, переплетаются в разные периоды его творчества, в разное время. Кстати, интересный факт. Пикассо один из самых дорогих художников в мире. Аллора. Баста разговоров, давайте смотреть картинки. Презентацию. Ранний период. Еще его обычно называют периодом обучения или периодом раннего мастерства. Когда Пикассо был юным художником, то он, конечно же, работал в реалистическом стиле. Это его первые большие академические картины. Видите, традиционная техника, в которой мы узнаем влияние старых мастеров. Цвета, образы, интерьер, лица людей, сам сюжет. Все максимально приближено к реальности. Эту картину он написал еще будучи подростком. Где-то ему было около 15 лет. Как вам такой уровень мастерства для 15-летнего художника? Но уже в этот ранний период Пикассо решил для себя, что он не хочет работать в таком академическом стиле. Он решает не продолжать художественную традицию старых мастеров. Он не захотел работать в академизме. Для него это было скучно, неинтересно. Он хотел чего-то другого. Он показал всему окружению, всей арт-тусовке, что вот, да, я умею в таком стиле работать. Но не хочу. Меня интересует новое искусство. Я хочу экспериментировать в живописи. Я хочу смешивать разные стили и смотреть, что получится. И он уже в этом раннем возрасте начинает активно исследовать различные техники, придумывать новые формы и темы, подражая и сталкиваясь с разными направлениями современного искусства. И он имеет на это право, да, будем честными. Он показал, что может работать в классике. Какие вопросы. Поэтому, когда вот эти квакающие жабки пишут в комментариях, что он писал какую-то мазню, что он был бездарностью, то как бы, ребята, а вы в 15 лет умели вот так вот реалистично создавать картины? Или, может быть, вы писали лучше в этом возрасте? Риторический вопрос, конечно. А лора? В общем, Пикассо в этом юном возрасте начинает постоянно тесно общаться с другими художниками и писателями, чтобы впитать их знания, их опыт, для того, чтобы создать какой-то новый стиль. Он это делал сознательно. Он начал искать что-то новое и свежее. Этот ранний период в его творчестве стал фундаментом для его нескончаемых экспериментов до самой его старости. Представьте себе, он, будучи подростком, заложил в себя идею, свое жизненное кредо, что нужно постоянно экспериментировать, постоянно пытаться создать что-то совершенно другое и не похожее на то, что было в прошлом. В результате чего уже в начале 20 века Пикассо начал выделяться среди других художников как серьезный представитель модернизма и современного искусства. Запомните, пожалуйста, вот эту мысль. Идем дальше. Голубой период. Или его еще называют Синим периодом. Этот период был очень тяжелым в его судьбе. Ему здесь плюс-минус 20 лет. Это года, это время, наполненное стрессами и психологическими ударами. В этот период его творчества преобладают холодные синие оттенки. Эти картины изображают страдания, одиночество. Мы видим людей с замученными лицами. Темы этих картин связаны с бедностью, голодом, с бегством от реальности, от самого себя. В это время Пикассо и сам был нищим, голодал. Ему негде было спать. Плюс еще смерть очень близкого друга нанесла ему сильную психологическую травму. Видите, картина на тему голода. Он сам был жутко голодным. И он это изображал. Весь этот голубой период он писал людей с трагической судьбой. Нищие, рабочие, бродяги, алкоголики и другие похожие сюжеты. Такие картины в таком депрессивном стиле, разумеется, никто не хотел покупать. Кому такое надо? Но он упорно продолжал несколько лет экспериментировать в этом стиле. Сегодня эти картины одни из самых популярных и узнаваемых. После депрессивного голубого периода сразу начинается розовый период. Пикассо начинает использовать более яркие, теплые цвета. Розовый, красный и оранжевый. Возможно, по той причине, что он переехал в другой город, в Париж. Где встретил новых друзей, таких же бунтарей, современных художников. И, разумеется, здесь же он встретил новую девушку Фернанду Оливье. Которая стала его музой. Моделью отношения с ней и повлияли на его палитру. Поэтому он часто изображает людей, у которых есть гармония в отношениях. Видно, их роман был очень позитивный. Еще любимых орликинов и других цирковых артистов он тоже изображать. Вообще, в этот период Пикассо постоянно посещал цирк. Поэтому это стало главным мотивом этого периода. Я бы еще здесь добавил, что Пикассо вдохновлялся не только цирком. Ну, вы же знаете уже, да? Что Пикассо, он всегда следовал новым тенденциям, фреско свежим. И как раз в этот период, в начале 20 века, цирк был важной частью развлекательной культуры. Массовой культуры. Цирковые представления предлагали множество ярких образов. Впечатляющих номеров. Это были феерические шоу. И, разумеется, драма тоже была. Вон, клоуны и орликины. Это же не просто комичные несчастные персонажи. Они имеют многоуровневый символизм. Их образы несли различные значения в зависимости от их контекста. Что, разумеется, привлекало внимание Пикассо, который после глубокой депрессии хотел изображать светлые стороны человеческого опыта. Он этим отразил свой интерес к радости жизни и праздничной атмосфере. Помимо этого, цирк, это еще ведь и символические образы. Как вы знаете, цирк и вообще все театральное, оно всегда связано с интересным, разным символизмом. Мистикой, магией, парадоксами, юмором, самоиронией, саморефлексией и так далее. Вообще, сам театр, он в определенном направлении, учении. Он является психотерапией. Но это уже другая тема. Ну, вы поняли, что я имею здесь вину. И я очень подробно говорю об этом, о театре, как социально-политическом феномене, на третьей лекции курса «Что такое барокко». Он в открытом доступе на моем канале. Посмотрите, уверяю, откройте для себя много нового и откройте для себя новую сторону философии и культуры барокко. Но нужно смотреть целый курс, потому что курс преследует определенную идею, которую я хочу донести. В общем, вот это все театральное и цирковое прекрасно подходит для арт-экспериментов и исследования. Не зря же сам Арлекин стал любимым персонажем Пикассо, которого он писал всю свою жизнь, использовал его для автопортретов и так далее. В это же время Пикассо тоже как раз переживал изменения в своей личной жизни и в своей собственной личности. Цирковые сцены для Пикассо были метафорой, которые он использовал, чтобы выразить свои собственные чувства и идеи, и даже закрепить их. После розового периода начался кубизм. Уже в этом розовом периоде начали выплывать его знаменитые кубики и ромбики. Вот, оцените эту большую работу розового периода. Девочка на шаре. Улавливайте здесь синергию современного искусства с античным искусством и эмоциональностью Ренессанса. Эту картину давно не реставрировали, поэтому ее цвета вам очень непонятны и невидны. Но в общем, поверьте на слово, тут есть продуманная связь оттенками между двумя фигурами. Например, острый угол левой ноги мужчины повторяет левую руку девушки. Синий оттенок его шорт отражает бледно-голубые тона купальника девочки. Красный цветок, прикрепленный к ее волосам, гармонично сочетается с теплым оттенками мужской рубашки и колготок. Да, этот мужчина на самом деле в колготках, а не голый, а не в шортах, как может показаться. Просто без реставрации краски выцвели, поэтому многие люди не замечают вот эту гармоничную геометрию цвета, который придумал Пикассо. К слову сказать, фигура девочки символизирует воплощение мечты жизни. Это мечта, которая балансирует на шаре. И в любой момент при неправильном подходе, неправильной балансировке, ошибке, ваша нежная мечта разрушится, упадет. И мы с вами, каждый из нас, это сидящий на квадрате сильный мужчина. Посмотрите, как внимательно он смотрит на то, что она делает. А что самое главное в сильном мужчине, в сильном лидере? Внимание. Внимание – это главная черта мужчины. Здесь этот мужчина – образ нашей с вами воли. Только мы решаем, идем мы за своей мечтой или нет. Помогаем ли мы ей воплотиться в реальность. Вот такой вот символизм, казалось бы, в такой простой работе. Кстати, рекомендую подписаться на другие мои странички. На телеграм, фейсбук, инстаграм. Я публикую там в сторис разные закулисья моих лекций. Анонсы, разные короткие эстетические видео, новости и многое другое из моей жизни. Мне приятно видеть ваше присутствие в своем творчестве. Плюс у меня еще есть группы по истории искусства, истории моды, истории аристократии. В которых я публикую необычные арт-интересности. Ссылки на эти блоги я оставлю в первом закрепленном комментарии. И спасибо большое за поддержку моих каналов. За донаты, за покупку лекций, за спонсорство на YouTube и на Patreon. Ваша поддержка помогает мне реализовывать мою большую мечту. Тем самым, сделав наш мир чуточку лучше. Следующий период творчества Пикассо – это африканский период. Плюс еще пару лет до 1912 года и начинается имбирийский период. Оба эти периода хорошо иллюстрируют его страстное увлечение экспериментами с примитивными формами. Его постоянное желание нового и стремление к разнообразию в искусстве. Здесь он пытался сделать синтез искусства трех совершенно разных культур. Объединить их в одно. Но вы уже видите, да, понимаете, что он начал использовать формы африканских художников. Видите, лица, тела людей стали монументальными и выразительными. Опять же, не только Пикассо в это время интересовался архаичным искусством Африки. Особенно масками и скульптурами. Это была новая мода. Многие художники открыли для себя африканское искусство и очень вдохновлялись этим. Каждый по-своему. Мне вот лично нравится, как переосмыслил африканское искусство Модельяни. Очень контрастно по отношению к творчеству Пикассо. Мне кажется, у Модельяни намного гармоничней, поэтичней удалось соединить европейское искусство и африканское. У Пикассо это не настолько нежно. Модельяни подходил к портретам более мягче. Но опять же, это некорректно с моей стороны так говорить. Ну типа, что у Модельяни намного гармоничнее получилось. Просто я лично Модельяни намного больше люблю, поэтому так резко противопоставляю их искусству. Но если говорить серьезно, как объективный искусствовед, то у них были просто разные цели и задачи. У Пикассо одни задачи были, а Модельяни ставил перед собой совершенно другие. Один и тот же инструмент используется для разных целей. Молотком можно и прибивать гвозди в стену, и молотком же их можно вытаскивать. Портреты Модельяни — это мир платоновских идей. Он хотел геометрию лиц возвышать в музыку философских сфер. Современники Модельяни даже шутя дразнили его, типа, бормочет что-то непонятно Модельяни. И добавляя, с серафической улыбкой в час ночной. Это крайне важный акцент. Здесь, в таких фразах, люди имели в виду, у его современники, язык птиц, на котором Модельяни любил загадочно изъясняться, вызывая, разумеется, восторг у современников и особенно у женщин. Вот эта присущая ему живая философичность перешла в творчество, в его портреты. А у Пикассо этого нет. Сознание Пикассо, оно было вообще в других материях. Оно работало совсем иначе. Он наоборот, он хотел упрощать форму. Да вы видите сами, что он превратил лица людей в откровенное подобие деревянных идолов. Ну, это такой темперамент был. Пикассо, он же был абьюзером, да? Он любил доминировать и давить женщин. Поэтому он и лица людей этого периода, по сути, превращал в такого рода деревянную маску. Модельяни тоже превращал лица людей в африканские маски. Но он это делал с какой-то любовью, с чувством высокой эстетики. Помимо этого, Модельяни писал портреты, используя схему еще древосферот из учения каббалистов. Но это неудивительно. Модельяни был намного образованнее и намного начитаннее, чем Пикассо. Там была и философия, и поэзия, и религия, и эзотерика, плюс насмотренность искусства в Италии. Поэтому у нашего итальянца портреты более воздушные, они плывут в духовном измерении Платона. Античные философы говорили, что музыка – это математика в звуках. Модельяни пытался перенести вот эту формулу в новую модель эстетики. Отсюда и музыкальность его портретов. Более детально о невыполнимой сверхзадаче в искусстве, которую поставил себе Модельяни, мы с вами поговорим на другой лекции, посвященной Модельяни. Просто немного отклонился от темы, чтобы показать, насколько по-разному художники, современники могут переосмысливать одну и ту же тему, одну и ту же модную тенденцию. Сразу после африканского периода у Пикассо начался иберийский период. Его портреты приобретают еще более грубые и угловатые формы, как и в целом в творчестве Пикассо, во всем его творчестве. У него много вот этих вот угловатостей, потому что у него такой характер у него был. У того же Модельяни все наоборот было. У него больше овалов в живописи и в скульптуре, что соответствует его типу личности. Алора. Следующий период – кубизм. Что такое кубизм Пабло Пикассо? Это не сам предмет, а это его суть. Кубизм, созданный Пабло Пикассо, развивался в несколько этапов. Это два ключевых направления в этих творческих экспериментах. Это аналитический и синтетический кубизм. Оба эти направления кубизма представляют собой революционные шаги в искусстве. Они показывали переосмысление традиционных представлений о форме, пространстве и композиции. Почему кубизм начал развиваться? Дело в том, что Пикассо, как и другие талантливые и умные художники, понимал, что живопись способна показывать намного больше, чем просто показывать то, что видит человеческий глаз. Что живопись способна больше, чем просто показывать красоту. Знаете, есть категория людей, которые считают, что искусство – это то, что красиво. Типа искусство должно показывать красоту. Какой-то такой шизофренический подход. Потому что никогда такого не было. Искусство всегда изображало смысл. То, что не видит глаз. Еще когда человек жил в пещерах, он использовал искусство, чтобы передать смысл, текст, историю. Искусство, оно всегда было интеллектуальным. Это потом уже красота появилась. И вы же сами знаете, да, что красота, она не всегда имеет какой-то смысл. Вон сколько художников на всяких бульварах умеет прекрасно, красиво рисовать. И что? Кому их красота интересна и нужна? Потому что настоящее искусство, оно не о красоте. И вот, как правило, вот эти все квакающие, что искусство, оно должно быть красивым, они и хейтят Пикассо за его кубизм и сюрреализмом. Это из той же серии о Квадрате Малевича, да? Почему Квадрат Малевича – это шедевр? Кто в теме, тот понимает. А кто вот полный ноль в искусстве, тот хейтит. Ну, почему Квадрат Малевича – шедевр, я объясню на другом видео, если захотите. Оставляйте комментарии, потому что мне необходима ваша обратная связь. Когда я вижу вашу реакцию, ваши комментарии, ваши ники, аватарки, то у меня появляется вдохновение. Когда этого нету, то мне грустненько становится. Становлюсь таким квадратным, чёрным, с трещинками. На, аллором. Картины Пабло Пикассо в этот период стали изображать не сами предметы или объекты, а саму их идею. Кубизм Пикассо характеризируется декомпозицией формы на более простые геометрические фигуры, такие как кубы, конусы и цилиндры. Основной фокус внимания он делает на анализе объекта или самой сцены. Он отказывается использовать цветность, насыщенность цвета, имеется в виду. Он, видите, в этот период использует в основном оттенки серого, чёрного, коричневого. Ну и от классических правил композиции вы видите, да, что он тоже, разумеется, отказался. Это позволяло сосредотачиваться на самой идее, самой структуре и форме, а не на цветной выразительности. После аналитического кубизма он пришёл к синтетическому кубизму, где художники начинают уже синтезировать, объединять различные элементы в новый образ. Вместо того, чтобы разбирать объекты, как в аналитическом кубизме, здесь происходит объединение элементов в новый композиционный порядок. В этом стиле художники начали добавлять в свои абстрактные картины конкретные распознаваемые детали, то есть своего рода коллаж. Это когда к картине добавляют вырезанные или нарисованные элементы, какие-то другие, чужеродные, чтобы создать новую реальность. Ну, например, Пикассо мог вклеивать в свою картину почтовую марку, какие-то обрывки газет или даже обоев. Прямо вот как Ван Гог. Помните, в одной из своих видео я показывал картины, в которых Ван Гог в красках оставлял там настоящего кузнечика, траву, землю и так далее. Так что Ван Гог далеко не такой простой художник, как кажется. Гении, они всегда предчувствуют будущий стиль. Я об этом еще рассказывал на курсе про эпоху Брока. В общем, аналитический кубизм и синтетический кубизм вместе сформировали основы новаторского движения. Ну, идем дальше. Следующий период Пикассо называется классическим периодом. Это возвращение к реальности. Хотя, мне кажется, будет более точно называть этот период как неоклассический. Для этого периода характерно возвращение к более традиционным классическим формам и темам. В отличие от экспериментов в абстракции, характерных для предыдущих этапов его творчества. Это 1917-1925 год. В эти годы Пикассо работал с русским балетом Дягилева и работал над оформлением балетных постановок. Даже женился на одной из балерин Ольге Хохловой. Но про этот стиль рассказывать нечего. Это привычное искусство, классические формы, четкие, узнаваемые, стандартные сюжеты, мифология, герои, сцены семейной жизни и все такое. Очень, конечно, заметно здесь влияние античных мотивов. Этот период, несмотря на всю простоту, стал, пожалуй, временем для перезагрузки перед новыми экспериментами. Всем нам время от времени нужна пауза для перезагрузки. После этого периода настал сюрреализм. Он рисовал всяких там монстров и агрессивные образы. Мало кто про этот его период даже знает. У общей массы почему-то Пикассо всегда ассоциируется только с кубизмом. Хотя посмотрите на них. Это же обалденные работы. 1920 и 1930 годы были очень успешны для арт-экспериментов Пикассо. Видите, как он мастерски интегрирует элементы сюрреализма и абстракции в свое творчество сюрреализма. И он продолжал занимать серьезную фигуру среди современных художников. В этот период Пикассо также экспериментировал с абстракцией, игнорируя четкие формы и создавая абстрактные композиции. И видите, даже в свой сюрреализм Пикассо пытался вплетать кубизм. Видите кубы? Желтые треугольники. И обратите свое внимание на задний фон. Здание тоже в форме кубов. Пикассо использует необычные формы, линии и цвета, чтобы передать свои идеи и эмоции. Он продолжает экспериментировать, чтобы получить что-то новое. Этот период творчества Пикассо показывает, насколько сильно он любит использовать новые инструменты для самовыражения. В эти же года Пикассо познакомился с великим Сальвадором Дали. Он тогда был еще молодым. Его как раз в это время выгнали из академии за его высокомерие и неуважительное отношение к преподавателям. Он любил огрызаться и говорить правду. Некоторым старым квакающим искусствоведам, которые не способны понять современную культуру, это очень не нравилось. За что они его остались там. И он сразу после того, как его выгнали, поехал в Париж, где и познакомился с Пикассо и со своей главной музой Галой. И после чего создает свою легендарную великую историю. А представьте себе, если бы Сальвадор Дали слушал бы всех вот этих вот квакающих и был бы таким же, как они. Загонял бы свое мышление в какие-то глупые рамки, и границы стереотипы. Тогда истории не было бы. Биографии великих людей учат нас, что нужно быть внимательным. И слушать нужно необычных бунтарей, а не всяких полуфабрикатов. Типа там тех, кто пишет комментарии, что мне нужно... Например, тех, кто пишет комментарии, что мне нужно снять кольца, подстричь свои волосы, а то я не как мужика выгляжу. У этой пролитарской ментальности у них свои стандарты красоты. Свой маленький мирок, который они вечно пытаются силой и агрессией навязать другим людям. Как правило, тем, кто лучше их. Одну войну рабочий класс начал, затем другую войну. Вот после Второй мировой войны появился еще один период творчества Пикассо, который называют как послевоенный период. Во время Второй мировой войны Пикассо не покидал Францию, а продолжал творить в оккупированном нацистами Парижем. Он, как всегда, адаптировал свой стиль к новому требованию времени, к новому духу времени. Понятное дело, что его картины этого периода отражали его реакции на мировые события и социальные изменения. По-другому и быть не могло. Как видите, в картинах Пикассо появились более абстрактные формы. Резкие углы, яркие, очень такие контрастные краски и необычные композиции. В это же время он также больше увлекается работой с керамикой, скульптурой. После войны его картины, конечно же, стали менее угловатыми и острыми. Они стали более мягче и позитивнее. Следующий этап его творчества называют поздним периодом. Это очень длинный период. Это несколько десятков лет. Его трудно как-то назвать по-другому, кроме как абстрактным названием поздний этап творчества. Потому что очень сложно классифицировать его. Это просто сплошной микс смещения всех предыдущих стилей. Это сплошное, скажем так, разные хаотические эксперименты. Пикассо начал использовать новые материалы для своих работ. Такие как камень, металл и другие необычные средства выражения. Он также экспериментировал с крупными скульптурами. Темы любви и соития мужчины и женщины стали все чаще появляться. Он изображал человеческие фигуры в пикантных контекстах. Иногда используя мифологические или аллегорические элементы. Если появлялась какая-то арт-новинка или какой-то намек на нее, то он сразу же пытался с ней работать. Но несмотря на богатство и успех, тема одиночества и страха все же сквозит в некоторых его работах. Пабло Пикассо всегда, всегда был открыт для новых идей, стилей, арт-экспериментов. Поэтому в его позднем искусстве можно заметить влияние появляющихся новых идей, новых стилей. И даже поп-арт, и абстрактный экспрессионизм есть. И много чего другого. Поэтому будьте как Пикассо. Будьте открыты к новым идеям. Будьте открыты к экспериментам и возможностям. Не бойтесь выходить за границы своих страхов. Ищите как он вдохновение в мире вокруг вас. И самое главное, доверяйте своему творческому внутреннему голосу. В конце концов, искусство – это путешествие. И ваш собственный стиль, ваши проекты, ваша жизнь может быть таким же уникальным и удивительным, как у великого Пикассо. Помните, что каждая кисть, каждый ход, каждый новый эксперимент – это шаг к открытию чего-то нового и удивительного в вашей жизни. Живите и будьте не такими, как все. Проявляйте свою индивидуальность. Батчо. Целую.